Да, я общался с Вильсоном Изидором, который тут играл. У меня есть еще один знакомый игрок, Мехди Зефан, он играл, кажется, в Самаре. И когда я с ними говорил, они рассказывали много хорошего о России, о клубе. И это убедило меня в том, что я принял верное решение приехать сюда, потому что я понял, что это большой клуб. Он играет здесь важную роль, занимает лидирующие места в чемпионате. У меня были некоторые сомнения, я не знал, как быть, но их мнение меня убедило окончательно. Да, это важно, но я такой человек, который готов адаптироваться. То есть, когда я решил, что еду в Москву, я еще и смогу изучить новое для себя место. И я готов к этому. Да, климат совсем другой, и когда я приехал в Москву, было холодно, но это ничего. Потом я увидел, что Москва очень большой город. Здесь многое можно увидеть, я даже успел попробовать некоторые русские блюда. Вот так я готов и открыть всему новому. Да, у меня были предложения от английских клубов, итальянских, бельгийских и французских. Да, я действительно интересовался переездом в Англию или Италию, но в итоге я выбрал локомотив, потому что я подумал, что это было бы лучшим вариантом для меня. Остальные предложения не выглядели для меня достаточно долгосрочными. С ними я не мог строить длительные отношения. И это были клубы, с которыми я не обязательно был бы на верхних строчках турнирной таблицы, мы были бы, скорее всего, внизу. Мне показалось интересным приехать сюда, согласиться на некоторую авантюру. И вот я уже узнаю новую страну, новую культуру. Вижу профессионализм в команде, который заставляет и меня работать над собой. Я выбрал номер 5 из свободных номеров, потому что я думал, что этот номер подходит защитнику. Я с таким номером раньше много играл, а еще... Это номер, который мне очень нравится. Я выбрал из разных вариантов и остановился на этом. Дело в том, что родители меня так назвали. Мое имя Жерзино они мне дали, потому что был такой бразильский футболист. Его звали так же. У него имя пишется немного иначе, но я знаю, что родители так меня назвали, потому что они смотрели футбол и хотели, чтобы я стал футболистом. Так и получилось. Вот я и решил, что на футболке будет мое имя. Это мое имя на моей футболке. Да, мама мне очень близка. Я рос, проводил с ней очень много времени. Так же, как и со своими братьями и сестрами. У нас с мамой прекрасные отношения. Она мне доверяет, поддерживает меня. И она очень много для меня значит. Да, у меня несколько братьев и сестер, много братьев и сестер. Мы много общаемся друг с другом. Часто разговариваем. Во многом друг друга поддерживаем. И несмотря на то, что у каждого есть свое мнение, оно даже позволяет нам двигаться вперед к новым достижениям в жизни. Я играл за молодежную сборную Франции, это правда. И сейчас, когда я думаю, почему меня не вызвали в национальную сборную, это, наверное, объясняется тем, что я не играл в клубах, которые бы мне это позволили делать. Во Франции это работает примерно так. Ты должен играть в Лиге Европы или Лиге Чемпионов, чтобы претендовать на место в сборной. Но у меня не было таких клубов, но я раньше об этом особенно и не думал. Сейчас я не знаю, что меня ждет впереди. Думаю, если меня пригласят, я уже буду раздумывать. Впрочем, это может быть приглашение от моей родной страны. Да, я обсуждал это с селекционером, но пока еще не принял окончательного решения. Наверное, мой момент еще не наступил, но я знаю, что должен серьезно об этом подумать. Да, я с ним знаком. Мы познакомились, когда играли вместе в одной команде. Мы играли в Рене. Как и с Вильсоном, когда мы играли в одной команде. И Усман тоже, мы ровесники. Мы часто играли вместе. И с многими другими, кто не так известен, как он. И я очень рад, что эти люди пожелали мне удачи. Очень приятно было получить такие пожелания от таких людей. Это придает мне сил. Нет, я всегда хотел играть в футбол и стать футболистом. Я начал играть в 6 лет в Рене. И там играл до 24. Я прошел все этапы. И я всегда считал логичным, что я стану профессиональным спортсменом. Каждый год я переходил на более высокий уровень. И каждый год видел своих друзей, которым это не удавалось. Для меня стремление стать профессиональным футболистом выглядело логичным, потому что я над этим работал. Это как в школе ты знаешь, что нужно пройти в следующий класс. Я понимал, что я стану про. Да, это сложно, это очень сложно. Но мы, например, разговаривали с Усманом Дембеле, Дени Вильбоа, Мало Вильбеком, моими друзьями. Мы обсуждали, что надо много работать, чтобы стать лучше. Вот и все. Франция-Бразилия. Матч Франции-Бразилия в 2006-м. Чемпионат мира. Я помню, как Анри забил гол. Штрафной Зидана. Да, против сборной Бразилии, где играли Роналдо, Рональдиньо, Кака. Это сильная команда. И это был первый кубок мира, который я уже смотрел осознанно. Мне на тот момент было 8 лет. Лучшие, с кем мне посчастливилось играть. Я не знаю, это сложно. Когда мы были еще юниорами, я бы назвал Усмана Дембеле. Когда мы были молодыми, я думаю, Усман, несомненно, он. Потом на профессиональном уровне мы уже вместе не играли. На профессиональном, я думаю, это Хатембе Нарфа. Эдуардо Камавинга тоже очень хорош, я думаю. Если так подумать, в сборной Франции... Зидан. Конечно, Зидан и, наверное, Вейра, потому что он был моим тренером. Вот такой ему от меня привет. Но на самом деле, мне очень нравилась сборная Франции 2006 года. Я хорошо это помню. Сборная тех времен была действительно хороша. Сегодня я знаю лично несколько человек из действующей сборной. И я от души желаю им успехов в карьере. Да, я такое сравнение слышал, мне несколько раз такое говорили. Но я к этому отношусь позитивно, потому что он был очень хорошим игроком. Великим игроком. Поэтому, когда меня с ним сравнивают, я этому очень рад. Сейчас мне нравится смотреть баскетбол. Я не успеваю много смотреть, но мне баскетбол нравится. Еще я сейчас чуть больше интересуюсь теннисом. Наверное, я бы попробовал баскетбол. Высокий. Я высокий, и многие думают, что я баскетболист. Но у меня нет таких навыков. Если бы я этому учился, могло бы поучиться, я думаю. Да, я люблю посмеяться. Но и люблю быть серьезным, если это необходимо. Я из тех людей, кто старается не забивать себе голову, я достаточно спокоен. Да и вообще, я люблю людей. Нет, я не дерусь. Нет, не дерусь. Я дрался, когда был маленьким, но с тех пор, как я вырос, я такого не делаю больше. Я решаю все это диалогом, разговариваю с людьми. Я не ищу проблем, и они меня не находят, потому что я спокойный. Крысы. Крысы заставляют меня беспокоиться. При виде крыс волосы встают дыбом. И неважно, маленькие они или большие, они меня все-таки немного пугают. Мои любимые блюда, думаю, камерунские национальные. Например, бенье из фасоли. Фасоль во фритюре – это типично камерунское угощение. Есть несколько блюд, которые там очень популярны. Фасоль, бананы, рис. Это прекрасно. Я очень не люблю морепродукты, да, морепродукты. Мне нравятся рыба, креветки, но другие морепродукты мне не близки. Я люблю иногда читать. Мне нравятся книги, связанные, посвященные личностному росту. Да, такие книги. Мне нравятся Пауло Коэльо. Я читал его книги. Например, книга «Алхимик». Она, я уверен, популярна. Мне нравятся авторы, которые добились многого сами. Например, Дэвид Гоггинс, кажется, так его зовут. В общем, книги, которые позволяют развиваться. Да, иногда биографические, иногда исторические. Главное – понимать смысл, который в них заложен. Иногда исторические книги, мировая история или история стран. Я люблю музыку африканского континента. Мне она нравится. Сейчас это музыка из Нигерии или Коль Тивуар. Французская тоже, тоже нравится. Французская варьете, французский рэп, американский рэп. Иногда слушаю китайскую музыку. Я сейчас редко слушаю музыку, но когда мне удается, я выбираю из этих направлений. Да, если надо танцевать, мне нравится. Иногда в веселые моменты, на праздниках я люблю танцевать. Кинематографический жанр, который мне нравится. Пожалуй, экшен в биопике. Наверное, это те фильмы, которые мне больше всего нравятся, которые я смотрел недавно. Например, «Гнев», где снимался Дензел Вашингтон. Мне очень нравится он. Это мой любимый актер. Почему бы и нет? Почему нет? У меня есть брат, который недавно дебютировал как актер. Так что, если меня позовут, я соглашусь. Я бы хотел повидать весь мир. Я мечтаю о кругосветном путешествии. Если вопрос, куда бы я хотел отправиться прямо сейчас, я бы назвал Камерун, потому что я там никогда не был. То есть, был в младенчестве, но не помню этого. Мне туда обязательно надо попасть в ближайшее время. Это будет первая страна, которую я хочу увидеть. Родная страна. Город, который мне нравится за пределами Франции. Да, я немного где и побывал, но мне понравилось в Мексике, город Тулум. Нет, нет, нет. Я забыл сказать, но я такое не люблю. Мы с друзьями для развлечения ходили на аттракционы. Аттракционы в Европа-парке. Но это, пожалуй, самое экстремальное, на что я готов согласиться. Мне нравится музыка, я хотел бы играть, но не умею. И я имею в виду не петь, а играть на инструментах, пианино, например, или барабаны. Вот на них мне хочется научиться играть. А если говорить о том, что я хорошо делаю, так это кушаю. Да, мне нравится кушать. Давать здоровье. Суперсила по излечению людей. Пойдем пообедаем, может быть, я даже не знаю. А дальше уже можно и начать диалог, я думаю. Я думаю, я встречусь с семьей. И мы вместе куда-то отправимся, чтобы хорошо провести время. Покушать в ресторане, может быть, на пляже, у моря. И друзья, конечно, с друзьями тоже. Так, чтобы получить удовольствие, но спокойно. Да, мне так нравится.